МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты договорились реализовать инвестиционные проекты стоимостью больше 10 миллиардов долларов. Двусторонние документы были подписаны в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в ОАЭ. Глава государства провел переговоры с наследным принцем Абудаби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, и подчеркнул, что в прошлом году взаимная торговля между странами увеличилась в два раза. Подробности переговоров в материале Елены Шрайбер. Несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывает экономическая близость. Страны, активные торговые партнеры. Явное преимущество Эмиратов в расположении. Как раз на пересечении торговых путей между Востоком и Западом. Оттого ОАЭ можно назвать уникальным транспортно-логистическим узлом. И, несомненно, такой опыт интересен Казахстану. Стране, которая в относительно короткие сроки выстроила паутину автомобильных и железных дорог и открыла выход к морю. Стратегические цели двух государств пересекаются во многих сферах от сельского хозяйства до сырьевого сектора. О дальнейшем продолжении сотрудничества в первую очередь говорят личные визиты Нурсултана Назарбаева в страну песков и технологий. Эту же встречу можно назвать особенной. Она проходит в год-столетие основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль-Нахаяна. С ним Нурсултан Назарбаев был знаком лично, что президент подчеркнул на переговорах с его сыном, наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ. Президент поблагодарил шейха Мухаммеда бен Саида Аль-Нахаяна за теплый прием и отметил, что Казахстан и Эмираты связывают братские отношения. Хочу выразить благодарность за такой радушный прием. Благодаря вашей работе Объединенные Арабские Эмираты сейчас занимают лидирующее место в регионе. Этот год особенный для Эмиратов. Вы отмечаете 100-летие основателя шейха Заида бен Султана Аль-Нахаяна. Я был знаком с ним, он оставил очень большое и прекрасное наследие. Особенность таких встреч в том, что они дают импульс развитию экономических отношений между странами. Например, реализовав все предыдущие договоренности, в 2017 году Казахстану и ОАЭ удалось в два раза увеличить взаимную торговлю с 374 до 643 миллионов долларов. Если сравнить с 2015 годом, то этот показатель вырос в 6 раз. Еще большим стимулом развития взаимовыгодных отношений служит введение безвизового режима. По словам президента Казахстана, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества, особенно в области взаимной защиты инвестиций, космических технологий, гидроэнергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации. В рамках официального визита главы нашего государства Дурштана Абеща Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты были подписаны стратегически важные для нашей экономики документы. Привлечение инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в такие крупные инвестиционные проекты, как производство полиэтилена, производство полипропилена в Атыраусской области, развитие проектов СЭС Мордпорт Ахтау в Магастауовской области, СЭС Харгос Восточные Ворота в Алматинской области дадут существенный импульс развитию экономики нашей страны. Общая стоимость проектов, подписанных сегодня, составляет более 10 миллиардов долларов. Это прямые инвестиции, и сегодня было также подписано соглашение о взаимной защите инвестиций. Мы уверены, что это подписание сегодняшнего документа придаст новый импульс инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Стороны договорились об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атыраусской области. Документ нужен для закрепления пакета мер господдержки и перехода к проектированию завода по производству полиэтилена стоимостью 6,5 миллиардов долларов и мощностью свыше миллиона тонн продукции в год. Завершить строительство проекта намерены к 2024 году. Кроме того, между странами заключен меморандум о взаимопонимании по приобретению доли участия в заводе по производству полипропилена в Атыраусской области. Проект намерен реализовать совместно с компанией Бореалис. Согласно меморандуму, компания проведет технико-экономическое обоснование и юридическую экспертизу, после которой примет решение по выкупу доли в проекте. Речь идет о 40-50%. Помимо этого, были заключены рамочные соглашения о покупке акций компании СЭС «Морской порт Актау» и о принципах участия компании DP World в компании СЭС «Харгос Восточные ворота». Документы послужат развитию взаимовыгодного сотрудничества и транспортного потенциала Казахстана. Также подписан договор об участии нашей страны в выставке «Экспо» в 2020 году, которая пройдет в Дубае. Я чувствую, что вы мои уставшие операции. Здоровья вам. Спасибо. Веселенно. Елена Шрабер, Хасину Маркулов, Алмаз Маргалиев. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Объединенные Арабские Эмираты. Потенциал Казахстана позволяет повышать заботу о своих гражданах и улучшать их условия жизни. Говоря об инициативах президента нашей страны, азербайджанские эксперты подчеркивают, что так государство сделало акцент на самих казахстанцах и их социальной обеспеченности. По словам депутата парламента Эльмана Насирова, озвученные механизмы по решению квартирного вопроса могут стать моделью и для других стран. Пять инициатив главы государства можно считать историческими, потому что нынешний потенциал страны, нынешние возможности позволяют осуществлять эти проекты. Значимость этих инициатив заключается в том, чтобы люди еще больше поверили в свое будущее, будущее своих детей, почувствовали заботу у государства. И именно благодаря этому вера людей в государство повышается. Именно заботой о своих гражданах государство может добиться сплоченности общества, что и отражается во всех социально направленных инициативах казахстанского государства. Казахстан – одно из самых сильных государств в тюркском мире. Под руководством Нурсултана Назарбаева страна адаптируется к процессам, протекающим в мире. Природные ресурсы, человеческий капитал и многое другое позволяют Казахстану реализовать любые социально-экономические проекты. И это направлено на благо казахского народа. Часть пассажиров рейса Караганда-Алматы авиакомпании «Эйрастана» утренним рейсом вылетела в пункт назначения. Это подтвердили в Центре бронирования информации авиакомпании. При этом сообщается, что остальные пассажиры вылетят сегодня днем. Напомню, накануне на своей странице в Фейсбуке перевозчик сообщил, что в субботу в 22.34 по местному времени самолет «Боинг-757», летевший из Караганды в Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астаны по технической причине. Проводится расследование инцидента. И к событиям в мире. В тюркском Идлибе взорвался заминированный автомобиль. По данным агентства «Рейтер», погибли по меньшей мере 7 человек. Еще 25 получили ранения. Их госпитализировали. Также есть информация о многочисленных разрушениях. Как сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, инцидент произошел возле правительственного здания, где ранее находилась штаб-квартира Аль-Каиды. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В центре египетской Александрии прогремел взрыв. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Кто стоит за нападением, неизвестно. Ранее в МВД страны сообщали о задержании групп экстремистов, планировавших провести атаки в преддверии президентских выборов, первый тур которых пройдет на следующей неделе. По словам представителей сил безопасности, инцидент не повлияет на проведение голосования. Американский конгресс выделил полтора миллиарда долларов вместо запрашиваемых 25 на один из самых амбициозных проектов Дональда Трампа – строительство стены на границе с Мексикой. Как заявляют представители республиканской партии, этих средств хватит на сооружение 140 километров так называемых физических барьеров. Считается, что они заменят нынешние невысокие конструкции на границе. Напомню, возведение забора на мексиканской границе для предотвращения нелегальной миграции было одним из главных обещаний Трампа во время президентской гонки. Вторая жизнь для производственных отходов на золото-полиметаллическом майкаинском месторождении в Павлодарской области начнут перерабатывать горную массу. По предварительным подсчетам, за несколько десятилетий ее скопилось там 13 миллионов тонн. Она содержит большие объемы золота, серебра, цинка и других химических элементов. Работу будут проходить на современном обогатительной фабрике. Этот проект сейчас находится на стадии согласования в правительстве. И в ближайшие месяцы казахстанские инвесторы планируют начать строительство. Это руины старой обогатительной фабрики, которая работала с 1934 по 1960 годы. В то время здесь перерабатывали полиметаллические руды с майкаинских месторождений. Отходы обогащения или так называемые хвосты сливались в эту чашу. По данным разведки, здесь накопилось 885 тысяч тонн отходов. В наше время появились технологии, которые позволяют извлекать из этих хвостов полезные компоненты. По данным геолога разведки, в этом хвостохранилище находится около тонны золота и почти 18 тонн серебра. Переработанная руда, кроме этого, содержит медь и цинк. Для инвесторов эти хвосты представляют немалый промышленный интерес. Если подсчитать все запасы, здесь как минимум 6-7 лет можно работать обогатительному комплексу. Мы разведку закончили сейчас. Прошли все процедуры и скоро получим контракт на добычу. Сейчас проект проходит согласование. Недавно в поселке Майкаин состоялись публичные слушания. Населению поселка разъяснили значимость будущего предприятия. Людей волнует экологическая сторона проекта. В народе ходили слухи, что инвесторы намерены строить ртутный завод. Здесь говорят о наличии в отвалах большого скопления жидкого металла. Мы после этого совещания провели здесь, отобрали несколько проб. Провели анализы в Караганде, в лаборатории. Эти анализы, вот они у меня в руках находятся, показывают, что ртут здесь в малых количествах и не представляет никакой грозы жизни и здоровью населения. Разработчики проекта уверяют, современная технология окажет минимальное воздействие на окружающую среду. Более того, переработка отходов улучшит экологию поселка, избавив его от постоянной промышленной пыли. А для этого необходимо ориентировать фабрику на гораздо большие объемы отходов. Они же сконцентрированы на хвостохранилище номер 2. Тут сосредоточено более 10 миллионов тонн хвостов. 4 миллиона из них по закону принадлежали государству и по условиям контракта переданы новым владельцам. Остальные объемы находятся в собственности комбината «Майкаин золото». И мы пытаемся уже второй год с ними найти конструктивное решение о разделении этих хвостов. Они, к сожалению, отказались проводить с нами встречи, технические советы. Мы это делали по рекомендации министерства, комитета геологии. И теперь они, более того, начали активную добычу незаконную этих хвостов, и в том числе государственных. И потому что они не хотят с нами проводить разделительный баланс. Возможности будущего обогатительного комплекса позволят перерабатывать в год 200 тысяч тонн горной массы. На предприятии планируют создать до сотни новых рабочих мест. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Амельницкий. Из Павлодарской области. Хабар, 24. Новый предмет введут в школьную программу. С 2019 года старшеклассники будут изучать основы предпринимательства и бизнеса. Пилотный проект уже реализуется в ряде школ страны. Один из уроков для будущих бизнесменов посетила и моя коллега Гульнара Хасан. Им нет и 16, они уже директора компании, маркетологи, предприниматели. Составляют бизнес-планы, ищут востребованную нишу и учатся правильно продвигать товар. Правда, пока только на уроках. У меня проект получается «Зона отдыха. Рассвет». Почему я и сделала «Зона отдыха», потому что сейчас у нас именно в Астане очень мало развлекательных услуг. В средний класс это более семейные люди, там могут спокойно отдыхать. Мы выбрали этот проект, так как население Казахстана растет ежегодно, и численность детей тоже растет. Собственно, при росте численности детей есть потребности детских принадлежностей, такие как игрушки. Наши игрушки, они для развития детей. Новый предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» в столичном лицее номер один ввели в этом учебном году. В школе реализуется пилотный проект. Вообще методика преподавания – это критическое мышление. Критическое мышление, оно учит подрастающие поколения, учащихся, обучающихся выходить из кризисных ситуаций, предпринимать решения, быть конкурентоспособным, быстро ориентироваться в пространстве, то есть выходить из зоны комфорта и находить пути решения всех проблем. Новый предмет был разработан Министерством образования и науки совместно с Национальной палатой предпринимателей Атамикен. Этот предмет будут вести наши преподаватели. Сейчас мы готовим учителей, они проходят курсы. Введение нового предмета в школьную программу планируется уже в 2019 году. Оценка по предмету пойдет в аттестат. Кроме того, в перспективе возможно введение основ предпринимательства в вузах и колледжах страны. Возможно, всем выдающимися бизнесменами и не стать, считают ведомстве. Но экономическая грамотность и способность мыслить критически, безусловно, помогут жизни. Минобразование готово дать шанс каждому выпускнику стать бизнесменом. С 2019 года предмет основы предпринимательства будет преподаваться в старших классах всех общеобразовательных школ страны. Дважды в неделю ученики смогут по желанию постигать азы бизнес-искусства. На этом все. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих информационных выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова